вот иран далекий закрытый труднодоступный мир где шаряд считается главенствующим законом где специи смысл еды а торговаться смысл покупки но это сейчас а 2500 лет назад вот перси ситская империя а еще 500 лет назад вот парсуаш небольшое поселение персов на берегу персидского залива как они смогли покорить весь мир сейчас хочу порекомендовать вам канал николая россова он магистр истории закончил с пбк у ведет научно-познавательные и развлекательные стримы на тему истории политики и культуры здесь любой найдет себе что-нибудь интересное например рассказ про историю древнего египта древнего рима средневековья ну или наконец эпоху новейшего времени кроме того на его канале выходят частые лекции стримы с бояршиновым и мэдисоном холландским джастасом локером и другими автор также любит исторические стратегии такие как кроссайдер кингс харес оф айрон и цива по которым проводит стримы а еще автор сам рисует превью на своем канале посмотрите какие прикольные если вам нравится история как и мне тогда вам точно стоит подписаться на канал николая россова во-первых давайте разберемся кто такие персы персы это пришли народ из средней азии геродот писал что ахимен лидер воинственных кочевников нанялся на службу к царю элама государства когда-то могущественного но потерпевшего поражение от ассирийцев за охрану и ламских рубежей пришельцу досталась холмистная область аншан с опильными пастбищами где вольготно разместились его соплеменники они называли себя персами а свою новую страну парсуаш персы носили одежду и шкур а также войлочные колпаки которые называли тиарами вино не пили ели столько сколько у них было золото и серебро относились равнодушно а соседних народов они отличались высоким ростом силой храбростью и невероятной сплоченностью цари их были не менее аскетичные например новоиспеченный царь и во время обряда коронации должен был надеть простую одежду съесть немного высушенных фиг и запить их с кисшим молоком эпоха могущества персов началась царя парсуаша кира второго в тот момент парсуаш был данником медийской империи но жестокое правление остяга не устраивало ни персов ни какие-либо другие государства входящий состав медийской империи кир нашел единомышленников восстал и выступил против медийского царя за три года киру удалось подчинить некогда могучую мидию армению геркания видимо починилась персам добровольно те же годы персы захватили всю территорию лама а город сузы сделали своей столицей косяком персидской армии были 10 тысяч бессмертных воинов первая тысяча состояла исключительно из представителей персидской знати и являлась личной охраной царя они были вооружены копьями остальные полки бессмертных состояли из представителей различных иранских племен а также эламитов сами персы никогда не звали этих пехотинцев бессмертными такое наименование им дал геродот подчеркивая что состав корпуса был всегда равен 10 тысячам воинам как только кто-то выбывал из строя и вот тут же заменял следующий другая часть армии состояла из конницы и лучников кавалерия рекрутировалась и знати а лучники и земледелица комбинированные действия кавалерии и лучников обеспечивали персам победы во многих воинах 547 году на сторону кира добровольно перешла киликия и предоставила ему военную помощь таким образом кир вплотную подошел границам гораздо более опасного соперника лидийского царства также претендовавшего на гегемонию в малой азии у города птерия лидийцы столкнулись с перцами в кровопролитной битве но она закончилась безрезультатно и ни одна из сторон не рискнула ступить новый бой крес царь лидия отступил свою столицу сарды и решил запросить помощь у своих союзников египта спарты и вавилона однако кир который знал о действиях и намерениях своего противника решил застегнуть его врасплох и стремительным маршем двинулся к сардам спустя две недели город был взят вскоре полководцы кира покорили все греческие города малой азии после этого взор царя пол на вавилон 539 году кир выступил со своим войском и сразился с армией неприятеля у города описа бой завершился полным разгромом вавилонян затем был захвачен крупный город сепар а вскоре и сам вавилон после этого триумфа кир решил обуздать дикие племена на востоке которые своими набегами могли потревожить границы его державы с кочевниками царь воевал несколько лет до тех пор пока сам не погиб 530 году следующие цари камбис и дарий продолжили дело своего предшественника и еще больше расширяли территорию государства так камбису удалось захватить египет а дарий организовал поход во фракию но скифы отбросили его к дунаю вместо того чтобы ограничиться этим персидская армия повернула на грецию огненным смерчем пронеслись персы по элладе но в битве при марафоне недалеко от афин персы были разбиты и им пришлось отступить затем последовала череда восстаний которые показали слабость персидской державы и неэффективность управления завоеванными странами дарий первый начал с реформ он разделил государство на 20 регионов сатрапии во главе которых стояли сатрапы исключительно персидского происхождения они осуществлялись судебную власть следили за хозяйственной жизнью страны и поступлением податей обеспечивали безопасность пределах границ своей территории контролировали местных чиновников и имели право чеканить серебряную монету все провинции соединялись почтовыми дорогами самая значительная из которых царская дорога длиною 2400 километров пролегала от сус до средиземного моря что же касается армии она принадлежала военачальникам которые были независимы от сатрапов и подчинялись непосредственно царю дарий первый вел также единую для всей империи монетную единицу составляющую основу ахименистской денежной системы а именно золотой дарик весом 8 и 4 граммов и серебряный сикель весом 5,6 граммов к моменту смерти дария персидская империя занимала огромную территорию на западе и и границы упирались в егейское море на востоке в индию на севере власть ахименидов простиралась до безлюдных пустынь средней азии а на юге до порогов нила можно с уверенностью сказать что персия в то время починила себе практически весь цивилизованный мир вот только назойливые греки никак не хотели покоряться а точнее спарта и афины сын дарик серкс решил расправиться с греками он собрал весь цвет империй миллионную армию такую цифру приводит нам геродот современные историки считают что цифра при украшена в 10 раз как бы то ни было армии серкса удалось захватить и сжечь афины но после разгрома персидского флота при соломине персы были вынуждены вернуться в малую азию оставшиеся годы своего правления ксеркс провел в роскоши и забавах четыреста восемьдесят пятом году он пал от руки одного из своих придворных долгие годы царствования его сына арта ксеркса первого в государстве остарился мир и процветание при нем был заключен мир с греками главное условие которого было установление сухопутной границы между греческими государствами и владениями персов она должна была проходить от побережья на расстоянии одного дневного пути всадника около ста километров что касается афинян то они обязались не вторгаться на территории подконтрольные персам после этого арта ксеркс позволил евреям восстановить юрсалимский храм и отстроить город заново его заслугам также относятся восстановление дворца персеполе и благоустройство новой столицы государства однако с его смертью от былого благополучия становятся лишь и воспоминания страна погрузится нескончаемые мятежи восстания и междоусобицы тем временем на греческом полуострове появилась грозная сила македонский царь александр расплотил греков и высадился на азиатском континенте в 334 году нанес поражение персийским войскам на реке граник и дважды разгромил огромные армии под командованием дария третьего в битве при иссе и при в гавгамеллах овладев вавилоном и сузами александр направился персеполю столице империи и предал ее огню очевидно в отместку заслужения персами афин дарий 3 был убит собственными военачальниками персидская империя пала наступила эпоха эллинизма для простых персов это было подобно смерти ведь произошла не просто смена владыки их захватили ненавистные греки которые быстро и жестоко стали заменять исконно персидские обычаи своими а значит совершенно чуждыми даже приход племени парфян который произошел во втором веке до н.э. ничего не изменил кочевое иранское племя сумела изгнать с территории древней персии греков однако не обладая богатой культурой парфяне попали под влияние греков поэтому даже на монетах и в официальных документах использовался исключительно греческий язык но хуже всего было то что храмы возводились по греческому образу и подобию и большинство персов считала это кощунством и святотатством весь заратуштра завещал их предкам что поклоняться идолам нельзя качестве символа бога нужно считать только вечное пламя ему же следовало приносить жертвы но что-либо изменить персы были не в силах поэтому от бессильной злобы они все постройки иллинского периода называли строениями дракона персы терпели греческую культуру вплоть до 226 года но в конце концов чаша переполнилась восстание поднял правитель парса ардашир и ему удалось свернуть династию парфян этот момент принято считать рождением второй персийской державы во главе которой стали представители династии сасанидов в отличие от парфян они всячески старались возродить ту самую древнюю культуру персии начало которой положил еще кир но сделать это оказалось непросто поскольку греческое засилие практически полностью стерло в памяти наследие химинидов поэтому в качестве путеводной звезды для воспринимавшего государства было выбрано общество о котором рассказывали зороастрийские жрецы и так получилось что сасаниды попытались возродить такую культуру который в реальности никогда не существовало а во главе угла встала религия но народ персии с воодушевлением воспринял идеи новых правителей поэтому при сасанидах вся эллинская культура начала быстро растворяться храмы разрушили а греческий язык перестал быть официальным вместо статуй зевса перцы стали возводить жертвенники огня при сасанидах произошло еще одно столкновение с рождественным западным миром римской империи но на сей раз это противостояние завершилась победой персов честь знаменательного события царь шапур 1 приказал высечь на скалах барельеф где был изображен его триумф над римским императором валерианом столицы персии стал город тесифон возведена некогда парфянами вот только перцы его существенно причесали под стать своей новообретенной культуре персия начала бурно развиваться благодаря грамотному использованию системы орошения полей при сасанидах территория древней персии а также месопотамия становится буквально пронизанной подземными водопроводами из глиняных труб их очистка проводилась при помощи колодцев вырытых с интервалом в 10 километров такая модернизация позволила персии успешно выращивать хлопок сахарный тростник и развивать виноделие в то же время персия стала едва ли не главным мировым поставщиком самых разнообразных тканей от шерстяных до шелковых история сасанинской династии оборвалась после ожесточенной и кровопролитной войны с арабами которая длилась без малого 20 лет последнего царя езди гетто третьего сложно в чем-либо упрекнуть он воевал захватчиками до самого конца издаваться не собирался но погиб он бесславно близ мерва его во сне зарезал мельник покусившись на драгоценности царя но даже после официальной победы персы то и дело поднимали восстание правда безуспешные даже внутренние смуты в халифате не позволили древнему народу обрести свободу дольше всех продержались лишь гуган и табаристан последние осколки некогда великой державы но и они были захвачены арабами в 717 и в 760 годах соответственно и хоть исламизация ирана прошла успешно арабы так и не смогли ассимилировать персов которые сумели сохранить самоэдентичность по сей день ближе девятьсотым годам при новой династии саммонидов они сумели обрести независимость правда вновь стать великой державой персия больше так и не смогла